Вообще классно, когда открывается багажник. Смотрите, какой большой, огромный багажник. Прям реально прикольно. Ну, здесь уже как-то поинтереснее, повеселее салончик, чем в предыдущих моделях. Всем привет! Вы на канале Toy House. Сегодня у меня на обзоре будет автомобиль Renault Kaleos от Technopark. Модель с открывными элементами и инерционным механизмом. Стоимость модельки составляет 450 рублей. Можно найти ее, в принципе, во многих детских магазинах с игрушками. Ладно, сам автомобиль, ну, очень симпатичный. Это Renault Kaleos у нас второго поколения. Выпускается первое поколение, по-моему, выпустили в 2008 году. А этот, по-моему, в 2016. Ну, сам автомобиль очень красивый, настоящий. Не знаю, давайте посмотрим, что нам предлагает Technopark. И как он его сделал вообще. А то бывает, что никак, а бывает и очень хорошо. Так. Ну, первое, что мне хочется отметить, это цвет данного автомобиля. Это действительно такой цвет, который ему идет. И довольно часто на дорогах я встречаю автомобили именно в таком цвете, таком серебряном. Металлике, не знаю, даже еще чуть потемнее. Но цвет очень подходит ему, красиво смотрится. Смотрите, какие классные диски стоят здесь. Большое колесо прям тоже очень-очень симпатично смотрится. Вообще на Audi, да, похож. Q7, Q9. Вот так вот сбоку черты какие-то есть. Немножечко так, ну, где-то переплетает, так бы я сказал. Ладно, давайте рассматривать автомобильчик. Пластиковая оптика имеется. Большой логотип. Значок Рено на решетке радиатора. Смотрите, есть имитация у нас противотуманных фар. Они, по-моему, покрашены там серебряной краской. Но как бы все это сливается дело именно с кузовом автомобиля. Поэтому, ну, есть там они и есть. На номере у нас написано Kaleos. Зеркала у нас сделаны вместе с дверями. Дворники. Опять-таки дворники вместе со стеклом сделаны. Не знаю, насколько они... Мне кажется, чуть-чуть можно было поаккуратнее сделать. Панорамная крыша идет. И здесь, смотрите, вот в Ниссане, по-моему, была притонирована. Здесь она вот такая простая. Просто пластмасска. Значит, сзади у нас вот такие большие, тоже симпатичные фары. Плюс ко всему тоже логотип присутствует Рено. И надпись Kaleos. Здесь я даже не вижу дворника. Почему-то... Да, здесь дворник отсутствует. На заднем стекле дворника нет. Ну что, здесь открывается багажник. Сейчас мы его попробуем открыть. Вот это вот вообще классно, когда открывается багажник. Смотрите, какой большой, огромный багажник. Прям реально прикольно. Так, выхлопы сделаны. Ну, имитация как бы здесь есть. Но тоже покрашены в черный цвет. Не особо сильно выделяется. Так, ну что, заглянем. Давайте сначала посмотрим внизу, что нам написали здесь. Технопарк сделан в Китае. Рено Kaleos. Значит, инерционный механизм. Все это дело работает. И салончики. Посмотрим, что у нас по салончику. Ну, здесь уже как-то поинтереснее, повеселее салончик, чем в предыдущих моделях. Так, дверных карт нету. Ну, подстаканчики сделаны, подлокотник. Сидение, по-моему, даже отличается от других моделей. Так. Ну, очень-очень неплохо. Но, опять-таки, забыли ручку переключения коробки передач. Отсутствует ручка переключения коробки передач. И здесь салон все-таки посимпатичнее, чем в других модельках. Не знаю. Смотрите, все выштамповочки. Все это сделано. Ручки дверей, опять-таки, классно смотрятся. Сзади у нас сиденья там не видно. И там плюс еще сумки стоят для скрытия инерционного механизма. В принципе, автомобиль неплохой. Модель неплохая получилась. Ну, со своими какими-то небольшими изъянами. Ну, очень-очень даже неплохо. Я могу вам сказать. Мне как бы она нравится. Не знаю, как вам. В общем, пишите свои комментарии. Ведь комментарии все равно теперь попадают в видео, но только в конце. Вот. Все лучшие комментарии смотрите. Также, кто не подписан на канал и хочет вступить в армию лучших людей, вот сюда вот, пожалуйста, подписывайтесь. Ну, ставьте лайки, кому понравилось видео. Ну, и до скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok